Всем привет! Вы выбрали магазин и теперь вам надо купить лук. Какой лук купить? Как они делятся? Какими они бывают? Но в основе своей они делятся всего на две категории. Это охотничий лук и спортивный лук. Если спортивные луки преимущественно длинные, то есть расстояние у них, так называемый Excel to Excel, длина лука от оси до оси, это порядка 37 и более дюймов, тогда как охотничьи луки могут достигать самых минимальных размеров. Тут дело пристрастия. Конечно, для охоты лучше всего иметь компактную машинку, а для спорта все-таки целевую и высокоточную. Далее, обратите внимание на скорость лука. Дело в том, что заявленные характеристики, они не всегда отвечают тому, что будет у вас в реалии, потому что скорость лука, она замеряется 300-грановой стрелой легкой и на полной растяжке 30 дюймов. Зачастую средняя растяжка для человека это 28-28,5 дюймов, то есть скорость будет потеряна. А стрелы, которыми мы пользуемся, они не всегда такие легкие, а зачастую процент на 99 они весят на четверть больше, если не на половину. Соответственно, все те скорости, которые заявлены между луками 350 футов в секунду, или 330 футов в секунду, или 320, в реальности при использовании луков могут сократиться до минимума. То есть между одним луком, между, скажем так, медленным луком и скоростным луком реальная разница в скорости будет 5 футов в секунду, ну может 10. Исходя из этого, я бы посоветовал вам все-таки положиться на совет опытного менеджера и подбирать себе лук, который вам нравится и по дизайну, и по его эксплуатационным характеристикам, таким как мягкость натяжения, дружелюбность и целкость. Чтобы начать стрелять, не обязательно тянуть все 60 фунтов и бороться с луком. Этого делать не надо. Обязательно снизьте усилие или попросите менеджера в магазине снизить усилие на главных болтах. Зачастую в среднем луке у нас продаются 50-60 фунтов. Обязательно начните с 50-фунтового лука, а впоследствии эксплуатации просто подтягивайте болты. Но в любом случае не надо бороться с луком, потому что те, кто начинает стрельбу с 60 фунтов, зачастую просто ее бросают. Что такое растяжка? Это расстояние от упора левой руки до полного вытягу лука. Задается растяжка для каждого человека индивидуально. Все зависит от его антропологических данных. Обязательно обратите внимание на то, как изменяется растяжка лука. Если менеджер, у которого вы купили лук, немножко допустил ошибку или он неопытен в этих делах, и вы купили лук не своей растяжки, то впоследствии вам придется менять растяжку. Дело это непростое. Все зависит от модели лука. Ну вот, например, скажем, три способа изменения растяжки на луках. Ну, самые популярные. Возьмем, например, лук от Мэттьюса. Здесь есть модули, которые меняются без пресса. Дело в том, что вам достаточно открутить здесь два болта и поменять модуль на другой, или здесь два болта и поменять модуль на другой. Таким образом, эти луки меняют не только длину растяжки, но и усилие сброса. Вариант второй. Когда вы перекручиваете стопор и перекручиваете модуль. Такой вариант наиболее удобен. Дело в том, что на таких луках растяжку можно менять шагом в полдюйма. И даже если вы не попали сразу в растяжку, или, допустим, перешли с одного релиза на другой, или поменяли технику стрельбы, вам никуда ходить не надо. Просто взяли и перекрутили болты. Вариант третий. Касается в основном блочных луков фирмы Хойт. Дело в том, что блоки этой фирмы разделены на три группы. И в каждой группе блоков есть свои три модуля. То есть, если вы хотите с короткой растяжки перейти на более длинную, то придется менять не только модули, но и блок. Лучше сразу покупайте с тем блоком, который имеет растяжку, изменение растяжки в вашем диапазоне. А теперь самое простое изменение растяжки. Это когда вы вывинчиваете один болт и проворачиваете модуль на нужную позицию. И самый сложный способ изменения растяжки. Существуют луки, у которых растяжка меняется сразу блоком. То есть, если вы хотите на таком луке поменять растяжку, вам придется заказать другие блоки. Соответственно, полностью разобрать и собрать лук заново. Есть и другие различные способы изменения растяжки. Все зависит от конструкции лука.